У нас еще много вопросов сотрудников, сотрудников прокуратуры, которые, по нашему мнению, интересуют. У многих изнастей не у каждого есть решение судов, которые вынесены в нашу позицию. Их выполняли, потом прекратили выполнять. Есть статья 382 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность за невыполнение решения постановления определения суда. Когда мы с вами обращаемся в прокуратуру, что мы получаем в ответ? Отписку. Прокурор это не тот, кто здесь сидит в красивом здании и греется в хорошем кабинете, а тот, кто защищает закон и интересы граждан. Вот поэтому мы пришли сегодня сюда для того, мы записались на прием к прокурору области, сегодня мы надеемся, что к нему попадем туда. И мы поставим вопрос, почему прокуратура бездействует в то время, когда решения судов не выполняются, когда закон не выполняется. Кто бы из нас пошел в суд, зачем нам нужно было бы это решение, если бы выполнялись нормы действующего закона нашего Черновых. Значит, закон не выполняется, прокуратура молчит, она этого не видит. Мы обращаемся в суд, выигрываем этот суд. Пенсионный фонд не хочет выполнять действующее решение суда, постановленное именем Украины. Что должен делать прокурор? Идти в пенсионный фонд или вызывать их сюда и объяснять им закон. А если не понимают, значит заставлять его выполнять. Но прокуратура что делает? Молчит. И это неинтересно. Зато когда сфальсифицировали уголовные дела против нас сотрудники следственного управления, и незаконно возбудили эти уголовные дела, что сделал заместитель прокурора области господин Миронов? Оказывается, он установил, что действительно кто-то там что-то не такое куда-то ходал и сформировал целую бригаду оперативных сотрудников и следователей, как раньше маньяков ловили. Чикатило, наверное, столько следователей не ловили, сколько, значит, в отношении чернобыльцев сформировали своих сотрудников. Для этого идут налоги, которые собираются с граждан Украины. Для этого повышается изгодов ввод финансирования органов прокуратуры и других силовых органов. Если так, так зачем нам такие защитники нужны? Поэтому мы требуем, чтобы они принимали все меры, которые положены по закону, как сотрудникам пенсионного фонда, которые не желают выполнять решения судов, так и к тем фальсификаторам, которые возбуждали уголовные дела, в отношении того, например, что они месяц в декабрь перевели как сентябрь, а в сентябре нету 31 дня. Значит, фальсификация. Невшены украинской мовы не владеют, они в державе не службы. Они навмисно все заробили, навмисно. Мы подготовили сейчас еще раз заявление от нас, от организации, от каждого, по поводу тех незаконных действий, которые творили против чернобыльцев работники правоохранительных органов. Мы можем называть их поименно. Это следователь следственного управления, главного управления МВД по Харьковской области, Прятко Александрович. Это старший следователь следственного управления, главного управления МВД Украины по Харьковской области, Вишницкая. Это начальник следственного управления, главного управления МВД по Харьковской области, Голован. Это зампрокурора области, Миронов. И ряд других работников прокуратуры. Первое, Прятко возбудил уголовное дело по указанию Голована. Вишницкая допустила преступление по отношению к Прокопенко, к Проскурину, к Гелоенко. В частности, Проскурина задержали и привели принудительно за несколько часов до времени указанного в повестке. Меня вообще за трое суток доставили до время, указанное в повестке и так далее. Суд, рассмотрев жалобы адвоката Тимошенко на эти действия, вынес по всем трём делам однозначное решение. Дело закрыть, отменить постановление о воскрутении Головного отдела. Революции не было. Я родился. Но те, кто... Я вчера только рассказывал, мне звонила. Суд был... Звонила одна женщина. Это аплодисменты в первую очередь адвокату Тимошенко, такому же Чернобычу, как и мы с вами. А я даже дурно сказала, чтобы они украли бородов. Суд не вынес, несмотря на наши требования, требования адвоката не вынес частных определений по поводу незаконных действий сотрудникам милиции. Я очень... По поводу незаконных действий заместителя прокурора области Миронова, который обязан в силу своих служебных обязанностей, в силу своей должной инструкции надзирать за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной и доследственной работы. Вместо этого он встал на путь покрывательства, укрывательства преступлений, совершенных этими работниками милиции. И сам тем самым на наш взгляд совершил деяния, подпадающие под признаки преступления. Мы сегодня требуем принятия мер по закону в отношении к этим лицам. Мы сегодня требуем возбуждения уголовных дел по факту многочисленного неисполнения судебных решений по каждому из инвалидов Чернобыля. Судебные решения, которые не выполняются, которые прекратили выполнять по указанию чиновника, по указанию исполнительной власти, нарушен главный принцип, один из главных принципов права. Это разделение властей. Это верховенство права. Сегодня нам говорят о том, что в бюджете нет денег. А что эти чиновники сделали для того, чтобы в бюджете были предусмотрены эти средства для выплаты задолженности по пенсиям? Многолетние задолженности. Что эти чиновники сделали для того, чтобы обеспечить выполнение судебных решений в полном объеме? Ничего. Ничего. Они сегодня даже не знают, какова цифра задолженности за одиннадцатый год. Они не знают сегодня, сколько нужно заложить бюджет двенадцатого года. Сегодня в Верховной Раде рассматривают вопрос изменений и дополнений в закон о бюджете на двенадцатый год. И наши деньги там никто не собирается предусматривать. Мы требуем исполнения закона. И требуем от прокуратуры области исполнения законов в полном объеме. Мы требуем от органа, который должен стоять на страже законов, исполнения законов. Позор! Позор тем, кто допускает в Харьковской области неисполнение законодательства Украины. Позор тем, кто должен стоять на страже законов, а сам их зарушает. Ганьба! 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 Валентина Петровна Корчеева, начальника отдела по рассмотрению обращений граждан Валентина Петровна Корчеева, я хотела бы услышать ваши требования и доложить удовольствие, если вы хотите быть приняты сейчас по вопросам, вы будете приняты руководителем прокуратуры. Мы записаны сегодня на прием. Можно эту журналист продать? Пожалуйста, пожалуйста. Наши требования мы изложим ему, если кратко их можно изложить, значит я их изложу. В соответствии с статьей 382 угол Проскурин Владимир Станиславович, председатель Украинского объединения ветеранов Чернобыля. В соответствии с статьей 382 Уголовного кодекса Украины, невыполнение решения постановления определения суда является уголовным преступлением, образует состав преступления. У каждого из присутствующих... Я прошу прощения, о чем, о каких решениях? Объясняю, я же говорю. Значит, у каждого из присутствующих здесь людей есть решение суда по их искам к Пенсионному фонду Украины о начислении пенсии. Эти решения суда вступили в законную силу и не выполняются. Когда мы пишем заявление в адрес прокуратуры в порядке статьи 97 УПК, заявление о преступлении, мы получаем ответ в соответствии с законом об обращении граждан. Но в этом здании знают законы? Знаете, да? Что такое... Знают. Значит, следующий вопрос. В соответствии с законом об обращении граждан, статья 12 гласит, что обращение в порядке в том числе уголовно-процессуального законодательства не рассматривается по закону об обращении граждан. Тем не менее, мы все получаем отписки по закону об обращении граждан. Мы никто еще, ни один из нас не получил ответ в соответствии с нормами уголовно-процессуального кодекса Украины. Идет грубейшее нарушение. На наши все обращения идут отписки, отписки и еще раз отписки. Мы требуем соблюдения законодательства при обращении человека соответствующим заявлением в порядке 97-й статьи Уголовно-процессуального кодекса. Это первое требование. Основное. Кроме того... В отношении ряда чернобыльцев, меня, Покопенко Петра Андреевича и Белоенко Владимира Николаевича, еще ряда чернобыльцев, были возбуждены уголовные дела, которые были сфальсифицированы работниками милиции. Например, при попустительстве заместителя прокурора Миронова, который также там свой автограф оставил. Дела возбуждены по факту отношений... Подделки документов. Минуту, я объясню. По факту подделки документов неизвестным лицом и передачи этих документов в Главное управление Пенсионного фонда Украины. Сейчас эти дела... Закрыто судом. Сюда. Но к нам избиралась подписка о невыезде, значит, мера пресечения. Нас задерживали. Суд отменил постановление... Суд, да, отменил? Да, отменил постановление следования возбуждения уголовного дела. Например, такой яркий, значит, пример, вот лично мой. УВД Харьковской области мне, как бывшему работнику милиции, выдал справку, из которой видно, что 31 декабря 1986 года я находился в городе Чернобыль. Следователи переводят слово декабрь, как сентябрь. Пишут, что в сентябре нету 31 дня. Это есть основание, потому что это сфальсифицированная справка. По закону положено до возбуждения уголовного дела вызвать людей, опросить, выяснить. Вот, может быть, мы пояснения какие-то дадим, что у следствия мы снимем, значит, они этого ничего не сделали. Значит, кроме того, мне дали единственную в моей жизни повестку следователей. Выдали ее в 18.35 накануне, а уже в 6 утра меня задержали работники уголовного розыска области прямо возле моей квартиры. За неоднократную неявку? За неоднократную неявку. Вот, а фальсификация чистой воды, я не получал никаких повесток, никто меня не вызывал. С прокопентом? Я получил единственную повестку. 14.06.2021, ее принесли мне домой, получила ее жена, о том, что я должен явиться 19.06.20 к 10.00 к следователю. 15.06.2021, следователь выносит постановление, разговаривая перед этим дважды со мной, и я подтверждал, что я 19.06.2021 буду, а на 15.06.2021 выносит постановление о применении принудительных мер доставки, и 16.06.2021 меня задерживают в Киевской области сотрудники уголовного розыска Харьковской области и доставляют в город Харьков, принудительно, 16.06. за то, что я неоднократно не явился на 19.06.2021. Я прошу прощения, я поняла вопросы. Все эти моменты были изложены лично мною в заявлении на имя генерального прокурора. Прокурор, на имя генерального прокурора, это заявление поступило на рассмотрение почему-то к Миронову. Вы пришли к прокурору области, давайте ему и будете рассказывать, но я же не решу эти вопросы. Вы спросили, мы говорим о многочисленных нарушениях закона. Я уяснила вопросы. Нет, вы еще один вопрос не уяснили. Поэтому первый и второй вопросы мне понятны. Третий вопрос. У меня есть предложение. В отношении 150 человек чернобыльцев, по заявлению одного из заместителей финансовой инспекции областной бывшего круга, у них есть какие-то вопросы. Мало того, что они разбираются в наших вопросах, извините, как свинья в апельсин. Вот у них есть вопросы к чернобыльцам, понимаете, и против этих 150 человек они собираются возбуждать уголовные дела. На каком основании? Они получают доступ к медицинской документации, возвращают медицинскую документацию, как взрывно-макаронной фабрики. И вот так вот документы. У нас ощущение, что оттуда воруют документы, а потом будут нам говорить, что этих документов там не было. И последний вопрос. Мы требуем наказания и прокурору Миронова. Но я не смогу наказать. Подождите, у меня немножко... Вы просили требования, вот требования. Я уяснила требования. Есть предложение. Сейчас вы формируете группу. Сформировано. Сколько человек? Сколько человек? Ну, человек пять, ну не больше. Вы знаете, всем идти туда смысла никакого. Абсолютно. И прокурор области вас примет, и вы изложите ему. Он человек компетентный и имеет власть. Мы записаны, четыре человека. И записаны. Вот он и примет, все записаны. Никто вам не отказывал. Вот пять человек, мы еще были ранее. Необходимости. Не обменяете еще по решению, которое вы себе делали. Все эти вопросы вы ему изложите. Никто вам в приеме не отказывал. Вы записаны к прокурор области. Поэтому, как не совсем понятно, вот, что вы пришли. А кто ответит за эти кредитаты у чернобыльцев? Вчера у районных прокуроров было время приема по личным вопросам. Мы были в двух прокуратурах. Прокуроры районов отсутствуют на личном приеме. Это все расскажете просто. Мы отправляем в прокуратуру жалобу на действие или бездействие пенсионного фонда. Получаем ответ откуда из пенсионного фонда. Это все равно, что, извините, жалобу на преступление, совершенное по убийству, а направляется убийца на рассмотрение. Сейчас я доложу руководству и приглашу вас на прием. Сформируйте группу. Сформируйте группу. Прекрасно. Приятно слышу. Типа. Давай, корреспондент. Подходите ближе, не стесняйтесь. Мы вам место выделим, где поудобнее. Корреспондент, и кто же СБУ, поднимите руку. Мы сейчас чуть не плачут. Я думаю, что нужно название. Что? Я сказал, что вызвал на мягкие, но не вызывался. А почему мы? Они сами творят. Если они творят, так мы так и мы сейчас искали. А почему она? А кто поделает? Что-то застевает. А адвокат говорит, как отъемка. Белоенко, Белякова. А Тимошенко вообще... Матвёрт...